Александра Архипова. Как возник советский Новый год? Сегодня действительно это премьера. Я рассказываю про то, как возник привычный нам праздник Новый год. Давайте сначала я начну с себя. Я хочу сказать несколько слов о том, кто я есть. Я по профессии фатериарист и социальный антрополог. Это такие странные люди, которые изучают социальную эволюцию людей, социальную эволюцию обществ. И в частности, социальные антропологи изучают ритуалы. И с этой точки зрения я и буду рассказывать. Поэтому время от времени я буду вдаваться в страшное занудство. Так что если вам сильно занудно, то вы меня как-то прерывайте и направляйте на более правильный путь. И если у вас есть вопросы, вы смело их задавайте. Если я не захочу на него ответить сейчас, я отвечу на него потом. Соответственно, прежде чем мы будем говорить о происхождении Нового года, я обещала занудный слайд, мы с него и начнем. Я хочу сразу оговорить, что мы с вами сегодня говорим об эволюции социальных фактов. И частью эволюции социальных фактов являемся мы, люди. Мы их разносим, мы их воплощаем. И, во-первых, мы должны понимать, что эволюция социальных фактов, как и биологическая эволюция, она не идет скачками. Вот раз и Новый год появился или нет. Он всегда был с Древней Руси, как мне сказали сегодня твердо, но Новый год же он был с Древней Руси. Кто так считает, кстати? А когда появился Новый год в привычном виде? А когда у нас появился Новый год в привычном нам виде? В 1936. После революции в 1936. Еще есть версии какие-нибудь? Вообще есть новогодние открытки где-то так, 17-го, 16-го годов. Есть, да. Хорошо, значит, мы сейчас к этому вернемся. Соответственно, важно понимать, что действия, которые люди совершают, постепенно накапливают изменения в своем смысле, и этот новый смысл меняет свое действие. И еще очень важно понимать, что ничего не возникает просто ниоткуда и не растворяется никуда. Все имеет свои истоки и все имеет свое будущее. Ну и, наконец, у многих из вас может сложиться эффект эпохи, светлой эпохи, когда вам кажется, что те эмоции и ощущения, которые вы испытывали во время каких-то событий, про которых я говорю, они должны были обязательно разделяться всеми, всеми людьми. На самом деле так не бывает. Когда, например, я рассказываю лекцию про советские слухи, и завтра буду рассказывать про слухи и легенды, обычная аудитория делится на две части. Одна часть кричит, да, да, я помню слухи о крысах в колбасе. Вторая часть аудитории кричит, нет, не было никаких таких слухов, и колбаса была самая лучшая, и Советский Союз был самый лучший, и прочее, прочее, прочее. Это эффект зрителей эпохи. Нам кажется, что мы помним хорошую колбасу, и нам кажется, что все должны помнить хорошую колбасу. Сегодня у вас тоже будет это немножечко, наверное, происходить, у более старшей части аудитории, но я не призываю с этим бороться, я просто призываю про это помнить. Итак, вы проговорили несколько скучных моментов, и давайте начнем сначала. Начнем мы с вами с еще одного сложного слайда. Сегодня мы с вами говорим про так называемые календарные обряды. Календарные обряды, они же календарные ритуалы, это действие символическое, которое указывает на изменение статуса общества в связи с изменением в природе. Как правило, это поддерживается каким-нибудь мифом, и один из таких типичных мифов для индоевропейцев, и не только, это представление об умирающем, воскресающем боге, который летом, весной воскресает, летом живет, а зимой он умирает, или его чаще всего убивают неприятным образом. И, соответственно, календарные ритуалы были весьма популярны у индоевропейцев, и во многих этих календарных ритуалов были задействованы деревьям. Сейчас мы об этом поговорим. И в том числе наша с вами елка, которая вон там возле туалета лежит. Но прежде чем мы к этому перейдем, мы должны знать. Второй важный факт про ритуалы, которые нам сегодня потребуются. Про календарные ритуалы писал первым такой замечательный антрополог Джеймс Джордж Фрейзер, а вот про вторую вещь написал Виктор Тернер. Он жил в Африке, изучал, в частности, в Замбии, таких жителей Замбии племен Дэмбу, и он обратил внимание, что когда кого-то избирают вождем, вот, например, все воины племени Дэмбу решили избрать вождя. Они все устраивают тайный совет, выбирают какого-то чувака вождем. Дальше они отправляются к нему делегацией и говорят, ну-ка, дорогой, снимай свою шкуру, и снимай все свои статусы вождя, и вообще как бы все снимай. Дальше они лишают его всех статусов воина, статусов мужчины, оставляют его в набедренной повязке или даже без, то же самое проделывает с его женой, отправляют его в такую устроенную хижину, практически где он сидит, в ней практически на земле, на голой, и не может есть ничего вареного, ничего приготовленного, только сырую пищу. И его как бы оскорбляют, как будто бы он такой немощный старик вместе с женой. Что с ним сделали, вот если вы сказали одной фразой? Импичмент. Ну практически да. Его лишили всех социальных признаков человека. А потом, когда он полностью лишен всех социальных признаков человека, через некоторое время ему эти признаки возвращают, но уже другие. К нему приходят с поклоном, ему дают знаки вождя, ему дают накидывать на него леопардовую шкуру и прочее, прочее. Он становится вождем, меняют его имя и прочее, прочее. Это означает, что в любом обряде, будь то переходный обряд или календарный, всегда есть элементы структуры, вот как бы обряд – это структура, набор символических жестких закрепленных действий. Но в этом наборе, в этом ритуале всегда есть элемент антиструктуры, как бы антиповедения. В данном случае элементы антиструктуры – то, что его лишают всех социальных признаков. Происходит разрушение его социальной жизни. Запомните, пожалуйста, этот важный факт, он нам понадобится. На этом я закончу с теорией, и мы перейдем, собственно говоря, к истории Нового года. Сейчас станет понятно. Итак, что мы знаем про календарные обряды у индоевропейцев? Было много календарных обрядов, связанных с солнцестоянием, когда дни солнечные либо пребывали, либо убывали. И, соответственно, и дерево было частью этих обрядов очень много и часто. Все знают о том, как жители Англии, Дании, Швеции в мае пляшет вокруг дерево. Это называется майское дерево. Очень популярный обряд, хорошо известный со Средневековья. Например, восточные славяне очень любили отмечать праздник Троицы, носили по деревне украшенную березку, березовые венки, а девушки в лесу с березкой целовались на полном серьезе. Одной из функций дерева таких обрядов – это подчеркивать связь с природой. И, соответственно, зимой важным днем был день, когда начинают прибавляться солнечные дни. И поэтому в период с 22 по 23 декабря у многих индоевропейских народов этот день праздновался как начало нового цикла. И в этом празднике часто участвовали какие-нибудь растения, желательно вечно зеленые. Вот, например, жители Британских островов приносили в дом амелу. Это такой паразит. Но в данном случае нас интересует, что он зеленый, он всегда зеленый. И под амелой, если ты поймаешь под амелой девушку, ну или юношу, если ты девушка, ты можешь его поцеловать, невзирая на все правила и обычаи. Соответственно, сохранились средневековые легенды. И это очень важный факт, который напрямую связан уже с нашим новогодним деревом, что в этих средневековых, поздних средневековых легендах 14 века говорится о том, что вот в этот день, самый мрачный день года, деревья расцветают. Некоторые деревья расцветают, в том числе ель расцветает и покрывается чудесными цветами. И в средневековых легендах это интерпретировалось как то, что деревья таким образом отмечают рождение Христа. Теперь вопрос на понимание. Где здесь элемент антиповедения, антиструктуры в этих фактах? Да, во-первых, нарушение правила. Расцветает дерево чудесными цветами, чего в обычной жизни не бывает. А еще? Зеленая земля. Нет, еще. Ну что можно сделать с девушкой под омелой? А в обычной жизни можно поймать незнакомую девушку и поцеловать? Не принято. Не принято. За это тебя могут накостылять. Рушение социальных правил. В этот календарный праздник можно делать то, чего ты не делаешь в обычной жизни. И это и есть как бы то, что выделяет праздник из подседневности. В праздник ты делаешь то, чего ты не делаешь в обычной жизни. Целуешь девушку под омелой, а деревья в этот день цветут, так как не цветут в другой жизни. На самом деле, многие считают, что все это новогодний антураж, рождественско-новогодняя елка, украшенная свечками и конфетами, стихи под елкой, веселье – это все очень древнее. Но часть из него действительно древняя, действительно существовал календарный ритуал отмечания зимнего сонсостояния. Но важно понимать, что в классическом варианте этот праздник возникает где-то в эпоху реформации, то есть в XVI веке. И его связывают часто с именем Мартина Лютера, как бы идеолога реформации. Напоминаю, что такое кратце реформации. Это движение, которое предполагало, что Бог у каждого человека в сердце, и человек своей жизнью должен доказывать свою связь с Богом, поэтому как церковь, как институт не нужен, или его, по крайней мере, надо реформировать. Отсюда и слово реформация. Библии должны быть переведены на национальные языки, потому что каждый человек должен уметь общаться с Богом, а не через посредства священников и прочее, прочее, прочее. То есть была пересобрана вся религиозная жизнь. И вот в этот момент возникает первый элемент привычного нам празднества Рождества, которое потом станет Новым годом. То есть это ёлка, вокруг ёлки дети читают стихи, им за это дарят подарки. Почему это происходит именно во время реформации и во время, как бы, связан с именем Мартина Лютера? Потому что религиозная жизнь пересобирается, она по-разному понимается, и она, как бы, возвращается из церкви. До этого религиозная жизнь происходила строго в церкви. А смысл вот этих рождественских обрядов это вернуть, как бы, Бога в семью. Поэтому в легендах того времени о происхождении рождественской ёлки говорится о том, что её принёс ангел, что однажды бедная семья приютила мальчика замёрзшего, а наутро они проснулись рано и увидели, что этот мальчик что-то шепчет, и в доме вырастает удивительная ёлка. Рассказывали, что Лютер шёл по зимнему лесу, вот примерно в такой же холод, и увидел звёзды сквозь ветки ели, и понял, что как бы это способ говорить о Боге. Но так или иначе, это такой домашний способ религиозного обряда. Напоминаю, что этот праздник был для детей. И это не просто ставили ёлочку, украшенную свечами, а предполагалось, что дети под этой ёлкой рассказывают стихи, но не светские стихи. Тогда такого понятия не было, да и со светскими стихами тоже была проблема. А имеется в виду стихи, имеется в виду фрагменты Библии, читают наизусть. И таким образом вспоминают о Божьей милости. Исторически, возможно, эти свечи на ёлке восходят к этим легендам о рассветших деревьях. Соответственно, где-то в начале 17 века это уже упоминается в немецких протестантских землях как новый странный обычай. И постепенно этот новый странный обычай захватывает Европу. Поскольку протестанты очень много эмигрировали в США, этот обычай постепенно переезжает в США и начинает там стремительно распространяться. Петр I, путешествуя по Европе, он инкогнито, он видит обычай немецкие украшивать еловыми ветками дома. Ему это очень нравится. И приезжая, вернувшись в Россию, он велит праздновать новолетие с 1 января, чем всех страшно злит, и украшать еловыми ветками дома в честь наступления Нового года. На этот его указ после его смерти все наплевали, кроме одного единственного типа учреждения. Знаете ли вы, какое учреждение верно следовало завету Петра в течение всего XVIII века и XIX? Трактиры, абсолютно правильно. Они были очень законопослушными, потому что они получали лицензию на торговлю водки от государства. Они очень боялись прогневать государственных чиновников, поэтому трактиров послушно стояли елки. Поэтому выражение «пойти к елкину» означало примерно то же самое, что сейчас мы говорим «пойдем выпьем». Соответственно, но во второй раз россияне заимствуют рождественскую елку и празднование Рождества в привычном нам уже виде. Где-то примерно в середине XIX века это происходит. И когда этот обычай широко распространяется по всей Европе, рождественская елка и детские развлечения появляются в Англии и у нас. И вот как выглядит праздник елки второй половины XIX века. Сразу ищите в этом ритуале элементы антиповедения. Это, во-первых, было строго для детей. Родители покупали украшенные елки. Можно было заказать дворник, он принесет, и самим украсить. А можно было заказать в кондитерской. То есть кондитерская продавала тебе, дорогая немецкая кондитерская, в Питере продавала тебе целиком украшенную елку, полностью, на которой висело огромное количество разных сладостей и подарков для детей. Причем чем больше, тем лучше. Гораздо больше, чем у нас сейчас вешают на елку. Так елка должна была просто плотным слоем покрываться всеми этими замечательными вещами. Почему? Потому что эту елку прятали в отдельной комнате или по крайней мере занавешивали ее тряпкой, детей к ней не пускались. А, собственно, празднование Рождества заключалось в том, что детей запускали в этот момент к елке, срывали покровы, и дальше дети начинали елку грабить. Это называлось разграбить елку. Они должны могли бы срывать с нее все, что на ней висит. Съесть, утащить, взять. Но дальше елка была в крайне ощипанном виде, вот ровно в таком, как лежит вон та елка возле туалета, там практически наглядное пособие. То есть эта елка стояла после как бы прихода к ней детей, ну максимум час. Это сильное отличие от нашего с вами праздника, где елка стоит месяц или два. И еще важный момент, что эту елку богатые считали необходимым приглашать бедных детей. Где тут элементы антиповедения? Да, бедные дети в богатом доме. И считалось неприличным делать между ними различия, то есть дарить подарки богатые богатым, бедные бедным. Так, конечно, делали, но считалось неприличным. А еще? Да, детям, как бы, дети, это такое классическое детское поведение. Воспитание детей в 19 веке все-таки было очень жестким в то время. А это такое антиповедение, такой час непослушания. Ты можешь сломать все, сорвать все, съесть все, и это, как правило, происходило ночью, но не обязательно. Это могло быть днем, а также это, в принципе, часто переносили на другой день, кроме как Рождество, учитывая, что этому еще сопротивлялась наша церковь очень сильно. Поэтому иногда это устраивали в другой день и иногда на Новый год. Соответственно, постепенно этот праздник смягчался, и праздник елки, как его называли в конце 19 века на рубеже 20-го, это такой сугубо семейный праздник. В школах это пытались вводить, но этому очень сильно с этим боролась православная церковь. Соответственно, предполагалось, что дети будут уже не просто срывать подарки и сладости и уничтожать эту елку, а они должны елку оставить в покое, получить свой подарок, ну, может быть, сорвать некоторое количество сладостей и под елочкой какой-нибудь спектакль устроить, стишок прочитать. Русские писатели изобретают Деда Мороза как такого хозяина зимы, про него много пишут, и его несуществующую дочку Снегурочку, и мотивировка появления елки или подарков часто как бы говорится, ну, это Дед Мороз принес, но Деда Мороза нет. Это очень важно помнить, его как персонажа нет. Сценария празднования. Он какой-то персонаж, который когда-нибудь там принес под елочку подарок. И это как бы такое сугубо милое развлечение, которое постепенно распространяется по всем городам Российской империи, но не по селам. Это деталь, которую мы запомним. В селах ничего этого нет. Если сельские дети знают про елку, это только та елка, которую они срубают в лесу для господских детей. Крестьянские дети по-прежнему как бы для них зимний праздник это святки, когда они ходят, гадают, ходят ряжеными и развлекаются совсем другим образом. После революции с Рождеством и с другими буржуазными праздниками решительно боролись. Вот чудесная фотография, на которой написано родители не сбивайте нас с толку, не делайте Рождества и елку. Воспитывайте детей с помощью педагога, а не Бога. Соответственно, поэтому елку не проводили как бы открыто, но семьи старой закалки, семьи интеллигенции, семьи бывших, как их называли, они тайно праздновали, некоторые из них тайно праздновали Рождество или Новый год с елкой. Тут уже на самом деле особой разницы нет. Это могли праздновать практически в любой день между. Занавешивали комнату плотными одеялами, чтобы свет не пробивался, ставили елку, ее приносили в мешке, порубленную, скажем, на две части. Чтобы не было видно, что ты принес. Потом скрепляли ее, ставили, украшали, запрещали говорить об этом детям и все прочее. Есть пара документов, из которых следует, что партийные сотрудники получали поручение ходить по домам и проверять, а нет ли где елки. Потому что если есть елка, значит празднуют Рождество, а если празднуют Рождество, значит они недобитые. Последствия могли быть довольно тяжелыми. Тот же самый процесс происходил в Прибалтике в 40-е годы после войны, когда, соответственно, жители Прибалтийских республик праздновали католическое Рождество, поэтому 24, 23, 24 декабря устраивался рейд по прибалтийским семьям с целью найти у них елку. И тем самым нахождение елки было таким антисоветским актом. Можно было очень серьезно быть наказанным по статье 58.10 антисоветской агитации и пропаганда. Ситуация резко изменилась действительно в 1935 году, когда внезапно в 1935 году Павел Постышев, кандидат в члены Политбюро, пишет небольшую заметку в газете «Правда». Вот ее размер, она очень небольшая. Давайте организуем к Новому году советскую елку. Если вы посмотрите в интернете, то вы как бы видите сто пятьсот тысяч публикаций в СМИ про то, что вот как бы советский Новый год начался в 1935 году, потому что Постышев придумал вернуть детям советскую елку. Это так или не так? Это так и не так одновременно. Да, формально началось это с этой заметки. Но все гораздо сложнее. И автором идеи возвращения елки, а на самом деле не возвращения, а создания абсолютно нового ритуала, был, конечно, не Постышев. Был, конечно, товарищ Сталин. А Постышев был для него удобным способом это заявить. Очень часто в своей деятельности Сталин проталкивал какую-то идею руками или губами своих подчиненных. Это был такой его ноу-хау. Давайте прежде всего внимательнейшим образом посмотрим на то, о чем написал заметку наш Постышев. Здесь такая краткая история елки о том, как дети рабочих с завистью смотрели на сверкающую елку и зачем мы лишаем наших детей этой разницы. А дальше очень важные мысли, которые я специально подчеркнула. Комсомольцы, пионер-работники должны устроить коллективные елки для детей. Обратите внимание на то, что он все время говорит должны, должны, должны. Постышев в этот момент кандидат в члены полетбюро. То есть он занимает высокую должность, но не самую высокую. Он вообще-то не может говорить должны. Должны могут говорить только члены полетбюро, в том числе товарищ Сталин, но не постышев. В школах, детских домах, дворцов, пионерах, в детских кинотеатрах везде должна быть детская елка. Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление не устроило елку. Все должны устраивать елку для детей нашей великой социалистической родины. А горсоветы должны помочь. Я уверен, что комсомольцы активное участие и искоренят нелепое мнение, что это является буржуазным предрассудком. Итак, давайте организуем веселую елку для детей. Итак, о чем говорится в этой заметке? Государство должно организовать праздник. Это первая мысль. Второе. Дети должны веселиться. Обратите внимание. Организации детской елки наши дети будут только благодарны. И Новый год должен быть везде и в городе, и в селе. в отличие от Рождества с елкой. Обратите внимание. Дальше, после публикации этой заметки с Постышева, за четыре дня происходит какое-то безумие. 29 декабря, правда, пишет, отправлены телеграммы секретарям комсомола срочно устроить под Новый год елки для школьников. 1 января комсомольцы должны проводить елки пионерам в школах и клубах, разрешить елочные базары, разрешить торговать елками, елки должны стоять в кафе и ресторанах, колхозников отправить в лес за елками. И много других поручений публикуются на статьях. Если бы я всех перечислила, было бы, два слайда бы заняло. И все это происходит за четыре дня. Явно совершенно, что Постышев не мог такого организовать. это попытка членов Политбюро и, видимо, лично товарища Сталина устроить такое мнение, как бы мнение низового сотрудника. И, соответственно, на такую скорую руку внезапно появляются везде елки и разрешается праздновать Новый год. И на Новый год переходят основные атрибуты Рождества. При этом официальное празднование Нового года состоялось в Московском Доме Союза, вот эта вот кремлевская елка для детей в Московском Доме Союза с Дедом Морозом, с Негурочкой, со сценарием, с санями, на которых выезжал Дед Мороз, стучал посохом, говорил Новый год, приди. Все, что нам известно, правда? Это 1937 год. А что они делали с конца 1935 по 1937 год? Что они делали весь 1936 год? Они тестировали этот праздник на разных группах детей. Методисты, которые получили задачу придумать новогодний ритуал, они занялись этим и протестировали, и их очень волновало, кто будет персонаж, они придумывают сам сценарий, и должен быть такой праздничный спектакль в этом спектакле должен быть какой-то герой. На роль этого героя пробовался Петрушка, мальчик-зайчик, какой-то святочный дед непонятный, леший и Дед Мороз. И побеждает в этом кастинге Дед Мороз. Но очень смешно, что там организаторы, авторы этих методичек пишут, что колхозные дети, когда увидели Деда Мороза, они испугались, они сказали, ой, это наш колхозный сторож. А другая группа детей просто зарыдала, увидев Деда Мороза, поэтому они рекомендовали Деда Мороза вводить аккуратно и не использовать слишком такую бравурную музыку. Для того, чтобы дети не очень пугались, была придумана посредник Деда Мороза, это Снегурочка. И Снегурочка должна быть детского возраста. Но вот тут сидит Снегурочка, она совершенно не детского возраста, но это скорее исключение. В целом Снегурочка в этих спектаклях рекомендовала сделать ее девочкой, потому что она должна была играть роль посредника между аудиторией детей и Дедом Морозом. И никак иначе, она принимала вопросы, помогала Деду Морозу загадать загадки и прочее, и прочее, и прочее. И главным образом этот сценарий, он был такой интерактивный, то Дед Мороз активно общался с детьми, а потом он вручал им подарки, и этим заканчивался праздник. И это происходило, предписывалось, помните методичку, помните письмо Постышева, это предписывалось производить в всяких советских учреждениях, то есть любое советское учреждение должно было организовывать такой праздник, вот хоть умри, но организуй, и не только школы, детские сады, но вообще любые учреждения должны были для детей сотрудников это организовать. Сейчас я рассказываю не про семейный праздник, семейный праздник товарища Сталина не интересовал. То есть ты в семье можешь праздновать Новый год, можешь не праздновать, но потом твои дети идут на ёлку на твою работу, как миленькие, на раз-два. И этому есть причина, зачем товарищу Сталина понадобился такой ритуал, потому что товарищу Сталину было необходимо создать единство новых граждан. Уже прошло почти 20 лет, но в 1937 году прошло 20 лет с основания нового государства. Вырастает поколение детей, уже даже не детей, которые не знают старого мира дореволюционного, не знают старых обычаев, но тем не менее они все разные. Этот ритуал должен их всех объединить. Главное в этом ритуале, о чем мы сейчас посмотрим, прочитав методичку, это выработка у всех детей радостных эмоций. И эти эмоции должны объединять людей. И люди с одинаковыми эмоциями ощущают себя одним целым. Это и есть смысл ритуала. Немножко до того, как товарищ Сталин придумал Новый год, очень известный французский социолог Дюргейм написал известное исследование про ритуал. Что такое ритуал? Ритуал – это символическое действие, которое заставляет нас всех вырабатывать коллективные позитивные эмоции. И таким образом общество осознает себя единым целым. Если мы все радостно едим салат оливье или ходим в бессмертный полк, то мы как бы на одной стороне. Или наоборот, если не ходим, то мы с большей вероятностью Сталин, если не читал французский текст Дюргейм, он знал его перевод, или ему рассказали, потому что его логика создания этого ритуала идет ровно так. Советские дети должны вырабатывать радостные эмоции вне зависимо кто они и откуда они села из города и из какой этнической группы они. Методички по организации Нового года настаивают, что все должны участвовать в празднике, что праздник Нового года должен быть у чукч, поэтому он у них устраивается, он должен быть у ивенков, если ты живешь в тундре, то тебя в тундре найдут и тебе устроят Новый год, все должны быть им объединены. эти такие единые позитивные эмоции нас объединяют либо в момент ритуала, либо постфактум, и поэтому когда мы там все говорим вот я помню вкус салата оливье с детства, это такое воспоминание об эмоции, которое позволяет нам объединиться в группу тех, которые были советскими гражданами, помнят вкус салата оливье с детства. для того, чтобы выработать это эмоциональное переживание, использовали все возможные способы, например, как бы дети входили в зал, где стояла елка, и Дед Мороз должен был подарки дарить, не под песню «В лесу родилась елочка», в лесу она росла, а под песню «Марш» из фильма знаменитого «Веселые ребята», «Марш» Шутёсова, потом поставлю его, если будет возможность, такой веселый, бравурный, исключительно позитивная песня и маршевая мелодия, чтобы у всех было абсолютно радостное настроение. И не только это. Кроме этого, в этом обряде, в этом ритуале, который потребовал товарищу Сталину, товарищ Сталин, также читая, видимо, теоретические работы, он подчеркнул ещё и в этом ритуале пытается подчёркивать и другую вещь, то, что советские дети должны переживать и устанавливать свою связь с вождём. Это на самом деле имеет свою историю. Так, например, есть такой знаменитый рассказ про ёлку, дети на ёлке у Ленина, который первоначально был записан Бонч-Брюевичем, таким большевиком, который вроде бы моим четвердным дедом, который рассказывал такую забавную историю, что Ленин ехал на ёлку к детям сокольники, но по дороге его как бы грабанули, грабители, и отобрали у него машину, не зная, что он ехал на ёлку, поэтому на ёлку он опоздал. Это единственное практически упоминание в официальной советской литературе рождественской ёлки. Этот рассказ напечатан в те годы, когда Рождество нельзя упоминать. Дальше этот рассказ пересказывается, переделывается, эта история с грабителями просто исчезает, а самое главное это то, что Ленин устраивает ёлку детям, количество детей на этой ёлке всё увеличивается, увеличивается, там, видимо, их было от пяти до семи, это были просто ёлки дети знакомых, дальше это количество растёт, их там уже 40, их 50, и там есть все социальные группы, и он им дарит подарки, и он такой вот как бы Дед Мороз. И это новый тип рождественского рассказа о том, как Ленин дарит подарки детям. Это один тип, способ установить как бы связь с вождём, но был и другой способ установить связи с вождём. В каждую, посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию, которую мы уже с вами видели, это Новый год, вот как раз тут пробный Новый год. Видите, тут детей-то не очень много, это пробная постановка, посмотрите на Дедов Морозов, которые сидят под плакатом, под растяжкой «Спасибо родному Сталину», там написано «За наше счастливое детство», это не случайно. В записки, которые готовили сотрудники учреждения для детей, сотрудники учреждения готовили подарки для детей, и в эти подарки они вкладывали записки, и в подарках должна была быть записка «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство». То есть ребёнок, получая из рук Деда Мороза подарок, в котором лежит записка спасибо товарищу Сталину, таким образом как бы устанавливает связь с товарищем Сталином. И сам Дед Мороз, он тоже на самом деле уже не совсем Дед Мороз, а он как бы добрый Сталин. Вот это фрагмент из замечательной повести Лидии Чуковской, которая была написана в 1939-1940-х годах. Такая очень, ну как сказать, документальная повесть, и там есть чудесная деталь. Здесь рассказывается о сотрудниках издательства, которые организуют ёлку. И они, организуя ёлки, сняли со стены портрет Сталина во весь рост и заменили его другим. Сталин сидит с девочкой на коленях. Вот он, пожалуйста. То есть как бы дети, которые получают подарки, приходят, их окружает милостивый Сталин с ребёнком на коленях, и они получают подарок с запиской благодарностью. И это установление связи с вождём, это и есть главный смысл того ритуала, а не то, что вы подумали, не спраздновать Новый год в семье. Ну вот, соответственно, вот методичка 1945 года. Как надо устраивать новогоднюю ёлку? Значит, на участке перед зданием школы необходимо сделать ледяную фигуру Деда Мороза, расставить ледяные фигуры зверей, на деревьях развесить ёлочные игрушки, над входом в школу повесить большой плакат с лозунгом «Над ним портрет товарища Сталина». Дальше, соответственно, поют, дети поют, начинается, это фрагменты спектакля, этого сценария, начинается с того, что дети поют письмо, дети поют песню. «Над самой, над макушкой огромная звезда, Дед Мороз с игрушками сейчас придёт сюда, звени же громче песенка, звени над всей страной, чтоб слышал эту песенку наш Сталин дорогой». Ну и так далее. «Мы страной гордимся любимой, мы счастливые песни поём, мы родной Сталина имя носим бережно в сердце своём». Вот, понимаете, мы счастливые песни поём. Этот ритуал – это история о том, что дети получают подарки и благодарят ему, Сталина, за эти подарки через общее выражение счастья. Тут вбегает Снегурочка, вот тот сам посредник, там и как бы разговаривает с детьми, загадывает загадки, потом происходит раздача подарков, дети исполняют песню о Сталине снова. То есть благодарность за подарки, дети исполняют песню о Сталине. Дальше методист сообщает внезапно, что если в зале есть сцена, то она должна ярко освещаться. На ней большой портрет товарища Сталина. То есть портрета при входе в школу уже недостаточно. Соответственно, после окончания песни хор исполняет здравицу Красной Армии товарищу Сталину, поздравляет ребят с Новым Годом, и только после этого в конце можно спеть песню про ёлку. Итого у нас в празднестве три песни про Сталина и одна песня про ёлку, только в конце, после получения подарков. Соответственно, понятно ли, как устроен вот такой советский ритуал сталинского периода новогодний? То есть это советский праздник официальный, в котором все дети объединяются, вне зависимости от этнических групп и социальных групп. И, кстати, и дети репрессированных тоже ходили на эти ёлки. И главное, что этот ритуал должен был происходить везде, потому что эта связь товарища, выработка коллективных эмоций должна была происходить везде вне зависимости ситуации. Вот вам два примера, таких очень страшных. Первый пример – это из дневника блокадного воспитательницы детского сада записывает 4 января 1942 года «Ленинград в окружении». В Ленинграде страшный голод. Дети умирают. И она пишет о том, что коллектив детского сада начал готовиться к празднику новогодней ёлки. С детьми решили ничего не делать, так как дети были очень слабы. Ёлка была очень нарядная, но дети были как старички, сидели, тихо смотрели. На личиках была утомлённость, морщины придавали личику старческий вид. Танцевать они не хотели, и лица их ничего не говорили, несмотря на то, что действующие лица были красиво одеты, лица детей представляли сухость и безразличие. Жутко было смотреть на них, им больше хотелось спать. Но невзирая на эту страшную ситуацию, всё равно они должны были устраивать празднество Нового года. Второй пример, ещё более безумный, это пример того, как заключённые в ГУЛАГе, в данном случае речь идёт о лагере для инвалидов в Кемеровской области. Это вообще страшное место, лагерь для инвалидов. Их, как бы, они должны были праздновать Новый год. И вот заключённые шьют костюм Деда Мороза, костюм Снегурочки, костюм, такой ещё был персонаж, костюм мальчик Новый год. То есть как бы с Дедом Морозом приходил мальчик, который как бы и есть Новый год. На нём обычно были написаны цифры года. И вот, значит, это всё шьют заключённые, и дальше весь зал набит начальством заключёнными, и заключённые разыгрывают новогодний спектакль. Приходит Дед Мороз, тоже заключённый, и он несёт мешок, из которого вытряхивает Новый год. То есть это малолетка, то есть эта малолетка – это девушка, бывшая из зоны для малолетних преступников, которая, наверное, исполнилась 18 лет, и её перевели в этот лагерь. И она, значит, играет этого мальчика Новый год. Какой здесь элемент антиповедения есть? Ну что, Новый год, всё не весело? Ну здесь другой структурный элемент антиповедения. Ну они приравняли там заключённых. Да, они все вместе встречают Новый год. В зале сидели заключённые и начальство. Это, в общем, необычный очень момент. И они все вместе получают подарки. Но обратите внимание, в этом лагере нет детей. Вообще эта функция вот сталинского Нового года, он для детей. Дед Мороз вручает подарки детям, но в лагере нет детей. Тем не менее, всё равно Новый год устраивается. Соответственно, это ещё как бы не всё. Так, собственно говоря, происходило до смерти Сталина. Но после смерти Сталина, в период оттепели, как бы ритуал, но празднование Нового года становится постепенно семейным. То есть по-прежнему, по традициям, проводятся ёлки в детских садах и в школах, и на некоторых работах государственных проводятся. И кремлёвская ёлка из года в год идёт. Но тем не менее, главное празднество Нового года – это всё-таки в семье. И семейный праздник Нового года перенимает на себя очень много элементов этого советского официального праздника, в том числе приход Деда Мороза. Деда Мороза, в принципе, на первых порах можно было заказать как бы в правкоме. То есть можно было поставить заявку в правкоме, правком присылал Деда Мороза из оттуда, чтобы он, например, не пришёл домой, подарил подарки. У кого-нибудь был такой опыт? Да, конечно. Да, конечно, это согласие или это ирония? Был, да? В правкоме не было вообще. Вот. Но большая часть семей организует Деда Мороза самостоятельно. Ещё можно было в 70-е годы, даже были специальные фирмы «Добрые услуги», где можно было заказать приход Деда Мороза в Негурочке. Но это не так интересно. Но организует приход Деда Мороза как бы самостоятельно. Например, берётся две семьи, которые дружат. И папа из этих семей обменивается Дедом Морозами. То есть как бы папа из одной семьи играет Деда Мороза в другой семье, чтобы вы не узнали. Ни у кого не было такого опыта? Было, да? То есть сама идея, что приходит Дед Мороз и дарит подарки, она приходит в семейную традицию, и оттуда полностью исчезает вот эта ассоциация Деда Мороза с товарищем Сталиным. И вот эта вся политическая, идеологическая линия рассасывается. Дед Мороз просто такой персонаж квазимифологический, который подарки оставляет и которому что-то попросить. То есть никакой идеологической нагрузки он уже не несёт. зато у нас появляется другой обычай, это послушать выступление лидера по телевизору. Ещё было по радио, но больше всего по телевизору. Сейчас мы про это поговорим. А давайте сейчас пока перечислим элементы. Итак, ритуал празднования Нового года становится семейным, наряжают ёлку, собираются друзьями за праздничным столом, готовят салат оливье, едят ночью огромное количество еды, обмениваются подарками только детям, выпивают шампанского. Что из этого является антиповедением? Во-первых, есть ночь. Абсолютно правильно. Абсолютно ещё. Пицца банка. Ну нет. Кроме встречи с семьёй, всё, что является детьми. Что-что? Кроме встречи с семьёй, все остальные клубки подходят под эти комитеты. Я бы сказала ещё то, что детям разрешают не спать. То есть обычно уже детей загоняют спать очень жёстко, рано, а тут детям разрешают не спать ночью, даже рекомендуют. Я помню, например, меня в детстве, 31 декабря насильно укладывали спать днём, чтобы ночью я бодрствовала. У кого такое было? Вот, пожалуйста. Видите, вот это тоже элемент антиповедения. То есть много есть, причём есть не днём или вечером, а ночью, и бодрствовать ночью. Это классические элементы, которые создают ритуал. Антиразрушение структуры создаёт структуру. И у нас, ещё раз говорю, в 70-е годы плотно входит новый элемент Нового года, это послушать поздравления лидера. Прежде всего, почему я на этом заостряю внимание? Потому что это дико важно. Потому что ещё раз хочу подчеркнуть, что у нас как бы есть советский, этот сталинский вариант ритуала, где связь ребёнка со Сталиным устанавливается через буквально получение подарка. То есть порождаются радостные эмоции, дети получают подарки, и это всё оформляется так, как будто товарищ Сталин им это даёт. И они благодарят за счастливое детство. Сталин умирает, ситуация меняется. И появляется новый формат связи с лидером. Подчёркиваю, что смысл ритуала – это ощутить себя как некоторую группу, а чтобы осуществить себя как некоторую группу, надо не только общие эмоции испытывать, но ещё испытывать связь со своим лидером. И вот тут возникают проблемы. Как испытывать связь с лидером после смерти лидера? Появляются разные форматы. Так, например, при Сталине Сталин никогда советских людей в привычном нам виде не поздравлял с Новым годом, как Путин поздравляет. Такого не было. Иногда были такие безличные поздравления от имени Политбюро с Новым годом, но в целом было достаточно записки в подарках «Спасибо за счастливое детство» и плакатов у каждой школы. В 1941 году поздравляет первый раз Калинин, потом в 1954 году поздравляет Ворошилов, и только в 1970 году товарищ Брежнев первый раз по телевизору поздравляет с Новым годом. И мы сейчас про это поговорим. Что важно в этом поздравлении? То, что это тоже элемент, который нам кажется абсолютно очевидным, но он таким не является. Вообще-то вот эта вот идея считать по годам что-то, она очень новая. И идея считать 31 декабря некоторой вехой, которую мы подводим итоги прошедшему году, наверное, у вас у всех в зубах навязала фраза «Мы подведем итоги года». Правда? Но в реальности так не говорили. И в XIX веке так не говорили. И даже после революции так не говорили. И даже в 30-е годы так редко говорили. Это как бы появляется плотно в 60-е, в 70-е годы. И вот эти вот поздравления советских лидеров, Брежнева, Черненко. Ну, Черненко очень редко было, но тем не менее. Это в основном такой формат отчета об успехах и достижениях. Вот в 41-м году первый раз поздравляет Михаил Калинин советских людей. Напоминаю для молодежи, что Калинин был формально кем? Ну, формально он был, да, главой государства при Сталине. То есть формально Сталин был генеральным секретарем, а председателем Совета Министров был Калинин. То есть формально он был руководителем государства. И вот в 41-м году, когда у нас началась война, и уже война идет полгода, и это очень страшно, и возникает необходимость в новых механизмах объединения советской нации, первый раз появляется новогоднее поздравление, но в этом новогоднем поздравлении Калинин говорит о победах на фронте, о будущих победах. То есть он говорит в формате отчета. То есть там реальности никакого поздравления нет. Понимаете? Это такой отчет о том, что мы сделали, что мы будем делать. Ровно так же устроено поздравление Ворошилова, ровно так же устроено поздравление Брежнева. Он говорит бесконечными формулами о том, что прошедший год – это год труда и успехов, наполнен, очень мало наполнен конкретиками, но это такой формальный отчет на партсъезде. Если вы так вспомните, поздравления, например, Путина или другие поздравления, они гораздо более эмоциональны и наполнены пожеланиями. Что желает обычно Путин? Счастья, здоровья еще, успехов в личной жизни. Да, то есть это адресовано семье, и он желает всего хорошего вам в личной жизни. Советские лидеры так не желали. Они в основном на раннем этапе отчитывались об успехах. И это был способ укрепить вот эту связь с народом. Сломал этот формат. В 1987 году сломали Рейган, точнее Горбачев сломал, потому что в 1987 году начало перестройки было устроено абсолютно невероятное для советских людей и вещь, просто абсолютно невероятное, было перекрестное новогоднее поздравление. Рейган, президент США, поздравлял советских граждан, а Горбачев поздравлял граждан Америки. Так вот, Горбачев в своем поздравлении, во-первых, он избежал слова товарища, он сказал друзья и господа. И он сказал друзья и господа, я хочу вам сказать, что мы сейчас с президентом Рейганом встретились, подписали соглашение, и дальше он сказал о самом главном, что волновало всех американцев и советских людей в тот момент. Он сказал, ядерной войны не будет. Это вообще такие очень важные слова, потому что действительно тогда всех чудовищно волновало, но таким образом Горбачев ломает этот стереотип, он говорит о чем-то конкретном и о каком-то положительном сдвиге в будущем. Но все равно это сдик, который касается всей страны в целом, а не счастья и личной жизни. Ну и постепенно вот это поздравление, оно становится все менее и менее политизированным, из него вообще исчезают любые упоминания политики, в нем говорится только общие слова, и последние 20 лет поздравление сводится к тому, что президент разговаривает, как будто бы он был начальником на работе, то есть он как бы избегает любых внешне и внутриполитических рассуждений. Но тем не менее это по-прежнему крайне важный элемент новогоднего стола, и когда мы бьем куранты, мы включаем мы слушаем поздравления президента, и потому что это очень важный элемент, почему мы знаем, что это важный элемент, можно сказать, Саша Архипова сошла с ума, это совершенно не важный элемент. Не поэтому, хотя шутку я ценила, потому что есть большое количество людей, которые в этот момент совершают какое-нибудь действие, какое-нибудь антиповедение, вот тот самый элемент антиструктуры. Есть ли элемент структуры, это собраться за столом, поднять бокалы и слушать речь Путина, то что будет элементом антиструктуры? Все наоборот. Да, что? Не слушать. Значит, да, верно, многие говорят, что я принципиально не буду слушать. Еще? Не пить. Не пить. Не праздновать, не лечь спать. Еще? Не есть или нет. Не отмечать вообще? Ну да, это уже сказали, не отмечать, это отказ от отмечания, отказ от этой связи с президентом, но есть еще разные другие способы, например, когда я брала про это интервью, я много интервью взяла, там люди накладывают на речь Путина какую-нибудь смешную музыку, какие-нибудь мемы, параллельно слушают что-нибудь еще, показывают какие-то неприличные жесты, то есть сделано все, чтобы изменить содержание, что этот элемент стал антиповедением, понимаете, элемент структуры стал антиструктурой, и наличие этой антиструктуры показывает, что существует структура ритуала, и это очень существенно как бы в наше время, потому что только по наличию антиструктуры можно понять, какова структура. Ну и как бы мы помним, что у нас как бы есть салат оливье, все знают, что такое салат оливье, кто его делает или ест Новый год, а есть такие, кто его не делает или не ест, один, два, три, почему? Принципиально это тоже элемент антиповедения, так еще. Мне 1 января захотелось, я сходил, купил и ест. Захотелось, вот она тяга к коллективным эмоциям, да здравствует Дюргейм, вот она, вот она, вот она прорывается сквозь вас. Еще по каким причинам мы не делаем салат оливье? Мы не делаем вкусно или они заменяют молочную колбасу? Ну они, а самой дома сделать? А еще селедка под шубой есть? Нет, селедка под шубой другая история. Так вот, салат оливье постепенно становится, мы помним о том, и говорилось, что постепенно Новый год становится семейным праздником, вот где-то в 60-е годы он пускается на самотек и возникает много разных традиций, в том числе появляется главное новогоднее блюдо салат оливье. У него сложная история. Действительно, ну как бы был повар оливье, который держал ресторан Эрмитаж в Москве, и согласно Гиллеровскому, такому, как бы записывали для московских легенд, оливье придумал какое-то безумное совершенно блюдо, в котором были рябчики и кубики из бульона, и яйца, и как бы еще что-то, и все это было очень жирно, и полито майонезом, и кто-то однажды это смешал, все лежало по отдельности, и кто-то все это смешал, и он страшно возмутился, потому что там яйца были вообще, и морковка была для декора, как бы, а смысл был просто в мясе, полито майонезом, но он кто-то смешал, он возмутился, какие варвары эти русские, и с тех пор начал подавать все как бы в смешанном виде, чтобы варвары русские так это ели, но так это или иначе, у нас есть свидетельство, это с теста 27-го года, напоминаю, что в этот момент как бы Советской Республике 10 лет, только что заканчивается НЭП, НЭП, это новое экономическое правительство, это в общем разрешенная частная торговля, более-менее есть богатые люди, эти богатые люди ходят в ресторанах, так вот, чем они занимаются, журналист Огонька возмущением пишет, что, значит, НЭПОЧИ, вот как бы, ну грубо говоря, коммерсанты, так переведем на современный русский язык, они устраивают попойку в своем углу, обратите внимание, при занавешенных окнах, вспоминайте традицию Рождество прятать за навешенными окнами, и лучший повод для этого встреча Старого Нового Года по старому стилю, они принципиально встречают Старый Новый Год 13 декабря, января, соответственно, на тарелочках времен Наполеона мастер-промовская колбаса, то есть очень дорогая, рядом белые хризантемы, не знаю почему, икра в банке азрыбы, а в мелком хрустальном сосуде салат оливье, то есть салат оливье для того времени такой признак уходящей буржуазной роскоши, да, не для вас, я поняла. Икра в банке азрыбы это черная икра, азовская рыба. Хорошо, прекрасно, да. То есть вот буржуазные люди, они едят черную икру и жрут из хрустального сосуда салат оливье. Вы чувствуете, вы испытываете классовую ненависть? Самое главное, что это в признавешенных окнах. Да, в признавешенных окнах. Ну то есть главное для нас, как для исследователя, то, что это признак буржуазной еды, которая давно уже ушла. Дальше он пишет, автор статьи, что настоящие рабочие, они не будут есть салат оливье на Новый год, они бутерброд с колбасой рыбы съедят, этого достаточно. Дальше, соответственно, у нас как бы салат оливье пропадает, как-то про него ничего не известно, а вот уже в послевоенные годы, даже скорее в 60-е годы, он снова всплывает. И все информанты, замечательная такой питерская исследовательница Анна Кушкова, которая про это много писала, да и я про это в интервью спрашивала, они все вспоминают, что-то начали делать в 60-е годы, ну, может быть, в конце 50-х. Теперь важно следующее. Ну-ка, расскажите мне состав салата оливье. Так, майонез дальше. Картошка, морковка, горошек, колбаска, яйцо, огурец какой, еще что бывает. Морковь, все, что на сайте. Каждая семья своя лица. Так, а теперь, ну, основные, видите, основные элементы, вы более-менее все перечислили. Теперь вопрос. Попрошу молодежь ответить, все остальные молчат, и вы, Денис, тоже молчите. Со своим знанием про черную икру. Значит, молодежь, скажите, пожалуйста, что из этих продуктов являлось дефицитным? Колбаса и картошка. Это все не являлось. Нет, картошка не являлась. Мойонез. Гороса. Так, значит, давайте проголосуем. Самый дефицитный элемент в этом составе. Майонез. Кто считает, что майонез? Нет, колбаса. Один человек. Колбаса. Горошек. Горошек. Проиграли. Те, кто считали, что колбаса, на самом деле, на самом деле, если по-честному, вы правы, колбаса и горошек, но больше всего был дефицитный, консервированный горошек. Надо сказать, что это моя бесконечная фиаско. Мои американские, канадские коллеги очень любят там, вот я сейчас была в Штатах на Новый год, они собираются вокруг меня и говорят, ну расскажи про новогодние традиции. Какая у вас новогодняя еда? Я начинаю рассказывать про салат оливье, на этом они ломаются. Как говорят горошек дефицитная еда? Почему она дефицитная еда? Это невозможно объяснить, потому что она дефицитная, потому что горошек было невозможно купить, его давали в заказах. Заказы, понятно, что такое заказ, система заказов? Это такие продуктовые наборы, которые выдавались от места работы по специальному списку под определенные праздники. Были заказы под Новый год, под 8 марта, под 23 февраля, соответственно, от высоты твоего положения зависело качество заказа, ну и как бы самой работы. Мой дедушка поехал за заказом 31 декабря, когда у вас все маленькая, и я знала, что в этой заказе будет банка крабов с Дальнего Востока. И я мечтала получить эту банку, потому что единственный раз в жизни, когда я видела эти крабы, это был заказ под Новый год. И вот, значит, известно, что он уехал с работы, его нет и нет, мы звоним, он уехал с работы с заказом. 6 вечера его нет, 7 вечера его нет, 8 вечера его нет, все уже волнуются, я шиваюсь возле двери, потому что у меня в голове только крабы. И вот я слышу какой-то шум на лестничной площадке, я выглядываю и слышу еще больше шума, я слышу, что Дальнего Востока застрял в лифте. 31 декабря. Мы с трудом дверь раздвинули, он там внизу сидит. Мне было до сих пор стыдно, главное, что меня волновало. Я ему кричала, не можешь ли ты передать сюда портфель с заказом? Понятно, что позвать монтеров вечером 31-го невозможно. Мы все-таки его извлекли оттуда, помято слегка, и успели скрыть банку. Но это было очень важно. Горошек был довольно редким явлением, и колбаса тоже. И таким образом салат оливье, возвращаясь к нашей теме, являлся с собой потрясающей смесью дефицитных и недефицитных товаров. А еще важная вещь. Хорошо, вы получили банку горошка, вот такую, но что вы с ней сделаете? Просто так съесть, это глупо. А вот как раз салат оливье, оно отлично идет. И поэтому салат оливье получился идеальной комбинацией дефицитных и недефицитных продуктов и тех, которых можно смешать. И кроме этого, он высококалорийный, что на самом деле необычайно важно для страшно голодной страны, которой был Советский Союз. И очень часто люди рассказывают, что на столе оливье стоит единственная праздничная еда, и как бы больше практически ничего не было. А поскольку картошки можно было достать, то можно было бесконечное количество картошки класть в салат оливье, и в салат получалось много. Поэтому люди делали салат оливье тазиками и ведрами. Но есть еще одна важная вещь, что салат оливье, конечно, сохранял ту отсылку к престижной еде, к той буржуазной еде, которую так ругал журналист в 1927 году. И при нем было много легенд, кто его изобрел, что-то появился во Франции, что оливье – это слово оливки и прочее, но кроме этого салат оливье начали делать везде. Он стирал социальные различия и этнические различия. И в каком-то смысле салат оливье выполнял тот замысел товарища Сталина о том, что должен быть единый ритуал, который нивелирует любую разницу между гражданами СССР. И его продолжают успешно делать до сих пор, как я вижу по этой аудитории. Соответственно, итак, что мы знаем с вами про эволюцию Нового года? Значит, праздник 19 века, второй половинок 19 века – это праздник елки на Рождество. Это, как правило, семейный праздник, состоящий из украшения елки, демонстрации елки детям, уничтожения подарков с елки, сладостей с елки. И иногда сопровождающийся именно мини-спектаклем. Соответственно, Советский Новый год с 1935 года – это государственный праздник для детей в официальных учреждениях и дома, который состоит из украшения елки, сценария с приходом дарителя и снегурочки. При этом в этом сценарии подтверждается связь детей с вождем и тот факт, что вождь о них заботится, а в ответ дети проявляют радостные эмоции и обязаны проявить. Соответственно, поздний Советский Новый год – это вторичное одомашнивание праздника. Праздник происходит и в учреждениях, и дома. Подарки вручат с Дедом Морозом, но он уже приходит домой. Связь с правителем поддерживается не через детский сценарий и коллективного праздника, а через новогодние обращения генсеков и президентов. Вот что я хотела сказать. И последний слайд – это просто некоторая литература, которая существует про Новый год на русском языке. На самом деле ее ужасно мало. Я вот думаю, что когда-нибудь я напишу книжечку про Новый год. И с удовольствием послушаю ваши вопросы и замечания, дополнения. В какой момент начали отмечать Новый год именно в полночь? Сам Новый год отмечали в полночь еще точно совершенно на рубеже XIX и XX века. Мы это твердо знаем, что это уже было, потому что есть база данных дневников, прожитая. Там можно найти много рассказов, как взрослые пошли к другим взрослым и встречать Новый год. 12 часов. Но за дружескими посиделками, но этому не придавалось какое-то специальное значение, детей часто при этом не было. У детей был праздник елки, который, подчеркиваю, мог быть привязан к любому дню на протяжении этой недели. А сливаются они все вместе после 1935 года. Ну да, и кстати, в сталинское время вот этот официальный Новый год тоже не встречался в 12 часов ночи. Это тоже обычно детский утренник. Это всегда утром происходило. А дома продолжали, видимо, встречать в 12 ночи. Тут еще есть проблема. 1 января не всегда был рабочим, и 31 января тоже был то рабочим, то нерабочим. И это еще зависело от этого. А в Среднюю Азию елки экспортировали или там какие-то свои ритуалы придумывали, чтобы это общее празднование создать? Как его в Средней Азии можно было создать? Вы знаете, даже, во-первых, в 19 веке придумали делать березы. Простите, придумали делать металлические елки. И они не пользовались бешеной популярностью, но они были. А вообще в Советском Союзе начали делать очень быстро искусственные елки, их везде распространять и широко пропагандировать, что плохо врубать елки, давайте делаем пластиковые. И пластиковые завозились туда массово. Но и живые ставили. Вот видите вот эту фоточку, которую я показывала. Она же, это Узбекистан, и тем не менее там стоит елка. Как-то они их довозили. Надо сказать, что иногда вместо елки в очень редких случаях, но есть свидетельство, по крайней мере, одно в 50-е годы использовали в деревенской школе. Как вы думаете, что? Березу. Правильно. Откуда вы знаете? Нет, использовали березу, может быть, по ассоциации с праздником Троица. Директор школы, который разрешил ставить березу, может быть, он помнил праздник Троица, где ровно так же украшали березку, лентами, конфетами и ставили в дом. Поэтому, по крайней мере, одно свидетельство о том, что Новый год ставили березу, есть. Может быть, и другие деревья ставили. Иногда ставили как бы лиственницу. Такое тоже было. А получается... Я, спасибо за лекцию вам. Всё интересно. Получается, Рождество вообще не отмечалось? То есть европейские страны, они же отмечают Рождество, и ёлка у них под Рождеством. То есть у нас Рождество вообще не отмечалось? Или я что-то прослушала? Нет, не отмечалось. Рождество отмечали как бы те группы, которые считали себя ну как бы религиозными и противостояли советской власти. Это, как правило, жители Прибалтийских республик. Вот они отмечали Рождество с ёлкой, с гимнами рождественскими, с подарками детям, и это преследовалось в 50-е годы довольно жёстко до смерти Сталина. Ну, группы православные могли отмечать Рождество, но это делалось очень тоже скрыто, но без ёлки, понимаете, потому что классическая такая пурийская православная традиция не приветствует ёлку. Поэтому если это семья священника, то она Рождество тайно отметит, но без ёлки. А католики в Вильнюсе поставят ёлку на католическое Рождество, спрячут это всё действие. А обычно Рождество не праздновали, нет. Но обратите внимание, что и Старый Новый Год тоже оказался таким признаком как бы приверженности старому стилю, как бы старому миру. То есть вот Непманы в 20-е годы отмечают Старый Новый Год, потому что они любят Старый Мир. Скажите, пожалуйста, как в Советском Союзе прижился символ новогодней звезды, если изначально она имела религиозную символику? Есть замечательная статья Мариеты Чудаковой «Антихристианская символика в советской культуре» или «Антихристианская мифология в антирелигиозной культуре». Она очень легко находится, очень рекомендую прочитать. Но в целом с 1917 года или с 1918 года вводится «Красная звезда», она появляется на Будённовках, и она постепенно становится символом Красной Армии и вообще советского строя. И когда начинаются гонения на ёлку и на Рождество, говорится, вот какое безобразие, на ёлке звезда, это вифлеемская звезда. Помните легенду XVII века, что вот эта ёлка, цветы на ней, звезда, это всё свидетельство того, что Младенец Иисус родился. Из-за этого мы ставим рождественскую звезду на неё. А в пригонениях в 1920-е годы это понимается как нечто совершенно невозможное. А когда ёлку возвращают, внезапно объявляется хоп, и у нас, понимаете, это не вифлеемская звезда, а это красная звезда. Это знаете, как я жила на Кубе, на острове Куба, а Куба кружена как бы Куба остров и берегов Америки. И Куба считает Америку своим врагом. И они живут в ситуации экономической блокады. И при приходе Обама к власти, Барака Обама, Рауль Кастро и Барак Адам помирились. И вот 31 декабря выступает Рауль Кастро и говорит, дорогие кубинцы, поздравляю вас с Новым годом. Хочу сообщить вам, пауза, что американцы больше нам не враги. Мы больше не говорим. Увидишь американца, убей американца. И всё как бы. Ровно так же со звездой. Была вифлеемская звезда, и вдруг, хоп, за четыре дня она стала красной звездой. И она понимается, как преемница, преемница как бы звезды на Кремле. И даже есть какие-то стишки, в которых рассказывают, что как бы ёлка, она загорается от Кремлёвской башни. Тоже, опять же, получается, что советский ритуал подчеркивает связь праздника с властью. Спасибо большое за лекцию. Я просто там в списке литературы. У вас, да, просто вот я слышу второй вариант происхождения праздника Новый год. В журнале «Чек» вам в 2000 год была статья Анны Барковой, где она предложила свой такой вариант происхождения советского Нового года. И она его вела, скажем, к архаической, более такой традиции. Кстати, вот к вопросу о еле, вот именно как раз у неё я узнала о том, что славянами, почему ещё крестьянами не могло не приниматься ель в доме, потому что в славянской культуре ель ассоциируется с деревом мёртвых. И как раз она говорит о том, что в силу этого наша с вами сегодняшняя ёлка наносит такой двойной смысл, потому что она как раз говорит о том, что символическое значение никогда не стирается, она всегда останется, и поэтому сквозь один символ начинает просыпать другой символ. И Деда Мороза она как раз возводит к такому образу предка, который приходит с дарами, потому что она возводит его как раз к мировому древу, который соединяет миры, верхний, средний и нижний, и естественно в этот момент происходит обмен между дарами, отсюда вот этот дождик, который тоже выполняет функцию такого слежения. Но это как бы я просто, как-то иллюстрация. На самом деле я хочу сказать вам большое спасибо, потому что мне было интересно, как кроме строительства, скажем, метро, получилась возможность объединения наций. оказывается можно объединять при помощи, скажем, праздника через детей, когда выстраивается конструкт, и русские впервые начинают себя осознавать едиными, независимо от того. Ну только не только русские, как бы, вообще жители Советского Союза. Да-да, Советский Союз, имеется, ну русские как нация, я прошу прощения, тут нет как бы национального такого интереса, а речь идет о том, что вот это единство, не навязчиво, ну может быть в каком-то смысле навязчиво, вот, но тем не менее позволяет нам осознавать себя как единый советский народ, да, скажем, если уже на то пошло, да, как единый СССР. Поэтому большое вам спасибо. Спасибо за спасибо. А что касается Барковой, Барковой, понимаете, таких, ну такую концепцию высказывают, но она настолько обобщена, что неверно. Бойтесь больших обобщений. Да, еще раз говорю, действительно в долгой перспективе это все восходится к календарным обрядам индоевропейцев. Но я вам пыталась показать вот эти шаги, понимаете? И между этими шагами проходят сотни лет. Это раз. Во-вторых, Дед Мороз это не наш предок. Объясняю для непосвященных. Действительно, как бы святки и вообще праздник, праздник, праздник Рождества у восточных славян устроено, на первый раз, похоже, на самом деле совершенно не похоже. Помните, мы говорили о том, что такой календарный ритуал. Меняется природа, и мы как бы меняем что-то в мире. И в момент вот этого свитч, момент перелома что-то в природе, как бы два мира истончаются. Мир потусторонний, мир наш. И поэтому всякая нечисть, она может к нам приходить. И мы можем с ними контактировать. Именно поэтому на святках надо мазать лицо сажей и запрещать из чертей, потому что черти, они тут. И в этот момент приходят предки, действительно, но они не приходят не с дарами. Эта идея абсолютно чужда восточным славянам. Какие предки приходят с дарами? Зачем им что-то дарить? Человек живет с точки зрения восточных славян для того, чтобы ублажить предков. И он должен их кормить, заботиться о них, а в ответ он получает хороший урожай и здоровых детей. Поэтому на Рождество действительно готовили специальное кушанье, такую типа поминальную кутью, и оставляли ее этим предкам. И как бы даже звали их, чтобы они вошли в дом. И как бы очень редко, но зафиксировано пару раз, что обращение к этому предку звучало как мороз, но таких средств очень редко, а в целом это мы угощаем предков, чтобы они потом о нас заботились. Они не приходят с дарами никогда. Их дар – это вообще наша жизнь, то, что у нас все хорошо. Соответственно, а мороз, дед мороз появляется в 1841 году, когда писатель, романтик Адоевский пишет сказку Мороз Иванович, в которой он пересказывает то ли ему известную русскую сказку, то ли ему известную, скорее всего, немецкую сказку «Братьев Гримм», про то, как хорошая девочка пошла и встретила морозка, и плохая девочка встретила морозка. Только в оригинальной фольклорной сказке этот морозка очень злой, противный, хорошей девочке он дарит шубу, а плохую девочку он морозит насмерть, причем медленно. А в варианте Адоевского он так все смягчил, и он хорошей девочке, хорошей крестьянской девочке, крестьянской девочке мороз дарит бриллиантик на косыночку, а плохую девочку просто отпускает. И так появляется Дед Мороз, потом про него пишет поэму Некрасов «Мороз, красный нос», появляется опера «Снегурочка», и он стал персонажем такой вот литературной псевдомифологии. И уже в конце XIX века он стал таким персонажем, которого на елку вешают. Понимаете? Но в реальной мифологии никакого хозяина стихии не было, которым поклонялись хозяина зимней стихии. Это все выдумано. И да, кто сейчас спросит про Санта Клауса, я сразу хочу... Поднимите руку, кто хотел спросить про Санта Клауса. Ага. Нет, они сводные братья. Они сводные братья, которые с друг другом плохо дружат. Как бы их общая мама это, собственно говоря, протестантские культуры. И Санта Клаус это святой Николай, который действительно популярный, очень святой, большое количество народов Европы. И его день святого с 6 декабря. И в этот день он считал, что он покоритель детей. Считал, что он дарит подарки, а за это дети оставляли чулки, куда надо эти подарки класть, и клали какой-нибудь подарок. Ему, в виде конфетки. То есть не он им, а они ему. Ответ на подарок. И постепенно этот праздник сливается с Рождеством. И этот образ был очень популярен у голландцев. Когда голландцы эмигрируют массово в Новый Амстердам, который потом становится Нью-Йорком, они с собой увозят святого Николая и он становится Санта Клаусом. И в 19 веке одновременно с появлением литературного русского Деда Мороза появляется коммерческий Санта Клаус американский. Его рисуют в качестве такого старичка в красной такой шубе. И он распространяется по Америке и потом обратно приходит в Европу. Понимаете? То есть они как бы не связаны напрямую никаким образом. Можно дальше. Уже второй вопрос. Нет, я на самом деле первый задал. Да, меня слышно. Хорошо. Значит, по поводу тут даже не вопрос, а скорее элемент полемики. Щедровка в Приморье записана брянских переселенцев. Ходит Илья на Василя носит пушку жить анушку где пушка и махне там же то росте одень и махает там загнивая заради вам Боже жить пшеницу и так далее. Но все-таки. Прекрасное исполнение. Но все-таки. Аплодисменты, товарищи. Не надо. Все-таки. Где пушкой махнет пуга это кнут. Чтобы вы знали. Жить тенышка это ржаная плетка или там кнут ржаной. И где он пугой махнет там жито все-таки растет. То есть он дарительный. Где не махает там загнивает. Ну и самое главное его зовут не Николай. А Илья все-таки. Да, ну так я про это и говорю. Нет, таких образов дарителей очень много. Я не говорю, что их вообще нет в традиционной славянской культуре. Да полно. Только это Илья... Новоселя на Старый Новый Год. Ну и что? Но уже зовут Илья. Приуроченность-то новогодняя. Щедрый вечер. Добрый вечер. Ну и второй. Ладно, это вопрос полемический. Его нужно долго обсуждать. Мы здесь не ответим. Не придем к общему мнению. Есть достоверные данные, когда появилась посевальная прибавудка с Новым Годом. Поздравляю. То есть содержащая фразу с Новым Годом. Поздравляю. У вас что-нибудь про это есть? У меня про это ничего нету, но я могу посоветовать обратиться к Андрею Борисовичу Морозу. Его фамилия тут случайная. Это совпадение. Это реальный человек. Андрей Борисович Мороз очень замечательный футиллерист. У него есть база. Там можно проверить. Но я хочу как бы отметить важную вещь. Очень важную вещь. Что большинство фольклора, о котором мы сейчас говорим, записано довольно поздно. И на эти записи могли повлиять уже существующие городские традиции. Я собственно пытаюсь это выяснить. Я не знаю. Это надо смотреть по базам. Ну то есть как бы я не знаю. Хорошо, спасибо. Все-таки и наконец-то вопрос. Вопрос такой. Немцы в войну чего отмечали? Рождество или Новый Год? Рождество. Рождество. В фильме Женя, Женечка и Катюша если не изменять память такой джава сценарист. Там описывается случай. Как советский солдат собственно вот этот Женя значит он заблудился попал на немецкую территорию а это был вот я не помню честно говоря то ли Новый Год то ли Рождество. Немцы сделали подарок положили мину засыпали конфетами отправили его к нашим офицерам. Дескать сделать подарок нашим офицерам. Ну вот собственно мне и хотелось выяснить помните ли вы этот фильм эту ситуацию там расскажу тем кто не видел фильм там произошло пока обратно переходил нейтральную зону значит его остановил немецкий часовой увидел этот подарок забрал его себе и отнес к тем же немцам и они взорвались эта мина взорвалась у них в блиндаже а он каким-то образом вот убежал вот ну вроде как все-таки по-моему это Аку Джава и он описывает чуть ли не реальный случай в своей жизни вот вот это был какой праздник Рождество или Новый год то есть вряд ли немцы стали бы русских офицеров поздравлять с Рождеством они что дураки что ли они знают что у нас нет Рождества Денис вы хотите ответить нет я к этому еще хотел прикрутить сразу мы практически не обсудили корпус фильмов о Новом годе то есть иронию и кстати фильм про старый Новый год то есть получается он по-моему конец 70-х то есть получается в конце 70-х уже можно было быть таким неким Непманом то есть справлять старый Новый год вот да ну в смысле вместе вам спасибо большое за исполнение первый раз у нас на лекции поют смотрите фильм довольно поздний Женя Женечка Катюш кстати прекрасный посмотрите все кто не помнит история с миной замаскированной под подарки это популярный сюжет такой легенды непонятно насколько это правда про это много пишет в дневниках военные послевоенных очень много не достоверного случая в общем так найти не делся сложный способ убийства когда отправляли честно говоря не помню но мне кажется это не очень важно кроме того все-таки советская цензура не любила упоминание Рождества в фильмах и всячески старалась это смягчить есть очень смешная история с как раз с рассказом Бонч Бруевича про Ленина который отмечал Рождество с детьми на елке потому что конечно Ленин с детьми отмечал Рождество несомненно но поскольку цензура это не пропускала упоминание Рождества туда выпало и дальше как-то постепенно постепенно все это переползает на 1 января потом на 4 января потом на 7 и получается что они как бы типа Старый Новый год отмечают главное чтобы не упоминать Рождество понимаете это было существенной вещью поэтому здесь могло быть все что угодно я не знаю мне кажется это совершенно это как бы как это совершенно не важно потому что если очень может быть три равнозначных версии мы никогда не докажем ни одной из них про Мину это фольклорный сюжет да ну про фильмы про фильмы про советские фильмы может быть что-то ну понимаете как бы что про фильмы фильмы были в них очень много в позднем советском времени эксплуатировалась тема встречи с Рождества начиная с карнавальной ночи где играет юная Гурченко это по-моему 56-й год мне снят память где впервые собственно говоря отстаивается право праздновать Новый год как мы хотим а высмеивается бюрократ который кстати обратите внимание пытается сделать отчет отметить Новый год отчетом о проведенных посевах о собранных урожаях то есть он пытается прочитать такую же лекцию как поздравление Брежнева и его за это гнобят всячески это 56-й год карнавальная ночь потом снимается еще несколько фильмов в которых происходит как бы дело под Новый год и это новый тип рождественских повествований если например в 19 веке был популярный жанр рождественского рассказа в котором сюжет был прост мальчик было два основных варианта сюжета бедный мальчик ползет замерзая в метели и вот он видит нарядную елку и богатых детей которые грабят эту елку получают эти подарки и он первый вариант замерзает насмерть и встречает ангела или Христа который берет его к себе на елку Достоевский второй вариант это более оптимистичный вот он уже замерз тут его находит добрый извозчик и забирает его к себе это такой два типа такой рождественского рассказа который детям читали под Новый год и под Рождество в советской культуре возникает другой тип рождественского такого повествования но тоже связанный с ожиданием чуда и это чудо происходит в фильме ирония судьбы люди путают квартиры и города и встречаются и влюбляются в карнавальной ночи они проводят встречи Нового года как хотят в фильме чародеи который тоже происходит 31 декабря тоже совершается чудо то все равно появляется новый такой рождественский нарратив о чуде только уже без замерзающего мальчика это не проб бессмертен а сказки бессмертные то есть те нарративы которые мы говорим они устойчивы они одни и те же очень сложно это побороть а еще новая традиция кроме о любви появилась как это новый ритуал объединитель честно говоря в этом сомневаюсь но это тоже можно проверить по корпусу есть гадание 12 дней 12 утренников не слышно там соседу вашему Иван в общем 12 утренников каждое какое-то утро погода значит такой погода будет в месяц можно с этим связать как 1 января встретишь вот такая погода понимаете смотрите я хочу сказать так что существует действительно существуют некоторые как бы архаичные вещи в нашей культуре в частности ощущения я не хочу сказать чудо но ощущение что вот как бы мы хотим как бы загадывать и ждать преднамезнований в этот день оно существует и оно существует во многих культурах и вот например на Кубе люди в полночь ну у нас например не знаю загадывают желание разрывают или съедают а на Кубе в полночь берут пустой чемодан и оббегают с ним квартал ну или не пустой неважно какой просто чемодан берут и оббегают с ним квартал знаете зачем да чтобы в этом году эмигрировать удачно в Штаты ну не все кто хочет а также например очень популярно сжечь одежду вот например например как бы сжигать старую одежду как знак всего плохого то есть на самом деле таких вот магических и квазимагических действий на Новый год огромное количество это очень интересная тема я думаю что будет глава моей книжки но я сомневаюсь что как бы Рязанов эту традицию запустил нет просто разрешение этого семейного ритуала и попустительство ему это был практически единственный ритуал во время которого можно было что-то делать и советская класть не вмешивалась понимаете никаким образом не препятствовала и как бы и вот эти вот все такие архаичные архаизированные практики они вернулись и таких вещей было очень много да вопрос такой а как так получается что в фильме карнавальная ночь 56-го года уже по сути высмеивается вот этот брежневский формат который появится только в 70-м он не брежневский формат он как бы понимаете это брежнев в 70-м году по телевизору поздравляет а до этого были поздравления ну они были ну как сказать от имени политбюро от имени ЦК тоже очень формализованный представляющийся отчет об успехах но без имени и в печатном виде и это был такой привычный жанр 31-го числа или там 30-го газета правда выходила вот с этими текстами кроме этого такие к каждому уважающим себя крупному учреждению были партийные заседания на котором такие речи произносились и этот формат высмеивается в карнавальной ночь спасибо большое за это напоминание даже про это забыла но тут еще как бы именно советская власть была очень деперсонифицирована то есть как бы товарищ Сталин например редко появлялся на людях то есть он писал много но не появлялся вот Хрущев вносит эту традицию что он встречается с людьми знаете там всякие анекдоты фотография в правде товарищ Хрущев и колхозики со свиньями крайний слева товарищ Хрущев и прочее прочее то есть как бы и вот и во 70-м году появляется традиция при котором одновременно вот в единый момент как бы лично вас поздравляет генеральный секретарь друзья я думаю надо поблагодарить нашего лектора еще спасибо большое еще два важных два важных объявления завтра будет лекция о слухах может быть кратенько синопсис какой-нибудь о лекция завтрашней приходите пожалуйста все кто здесь есть я буду рассказывать вот у меня есть книжка опасные советские вещи которую мы написали с моим прекрасным соавтором Анной Кирзюк про городские легенды и слухи в СССР но завтра буду рассказывать не про советские слухи хотя мы коснемся и про современных слухов но завтра буду рассказывать о том как вообще они возникают почему люди распространяют городские легенды почему они в них верят это два разных вопроса и я кратенько минут на 25 про это расскажу а потом будет большая дискуссия дискуссия будет выглядеть таким образом вы мне задаете вопросы и я на них отвечаю ну по мере возможности вот я буду очень рада вашим вопросом так что завтра будет гораздо больше времени поговорить спеть и сплясать пожалуйста приходите и еще есть у вас возможность вот из этой кучки взять книгу подписать у автора ну и соответственно купить спасибо большое